В эфире программа «Право слово» у микрофона Олег Кусах. У нас сегодня в гостях кинорежиссер, продюсер, сценарист и театральный режиссер, как мы выяснили, Аким Салбиев. Аким, вы учились у Сергея Герасимова. Вот это, говоря об этом учителе, вот кто он для вас вообще? Только учитель или нечто большее? Это хороший вопрос. Но я счастливый человек тому, как, закончив последнюю актерско-режиссерскую мастерскую выдающихся мастеров кино Сергея Герасимова, Тамары Федоровны Макаровой, А сегодня в ГИК имени Герасимова. Я поучил все то, о чем мечтал. После школы ждал, когда выпустят предыдущий курс Герасимов и Макаровой, чтобы именно к ним поступить. Во время во ВГИКе набирали Марлен Хуциев, Игорь Таланкин, Владимир Наумов и Александр Алов, Юрий Озеров. А мне хотелось к ним, потому как кинематограф Герасимова, он мне близок. Это кинематограф не морали и нравственности, а кинематограф сердца и переживания. Кинематограф, где есть послание. Знаете, какая вещь? Я ведь в кино пришел в режиссурные деньги зарабатывать, как нынешний режиссер. Режиссерами тогда становились, чтобы сказать то, что понимаешь, то, о чем не можешь молчать. То, что у тебя болит, и ты видишь, у других болит, и об этом сказать вслух. Мы не думали, что сколько нам будут платить. То есть кинематограф совести это. Это нынешние поколения, они идут снимать, чтобы деньги заработать, деньги, деньги. Поэтому Герасимов это духовная вершина. Ну, потому и о том и снимают, о том, как зарабатывать деньги. Но ведь знаете, как говорят? Вот ты посмотришь кино, и ты человека уже знаешь. Мне его даже видеть не нужно. Я бы не хотел быть режиссером таких фильмов. Да, я думаю, что развлекательное кино нужно. Но что получилось из этих ремейков? Ирония судьбы, или служебного романа, или Кавказской пленницы. Это же ужас. Зачем надо красить фильмы? Прекрасные актеры не смогли спасти Кавказскую пленницу. А актеры ничего не спасают, если нет режиссера. Если не идти за хорошим безумием одного человека, ничего не получится. То есть это без нормального режиссера команда на поле беспомощная, да? Как в сборной России из Береги вчера. Вот примерно так. Да, есть такое. Прекрасные исполнители, но совершенного футбола нет. Так и кино тоже, да? Прекрасные актеры, но кино нет. И вот я сказал вскользь о черно-белом кино, которое они красят. Зачем? Опять я понимаю, надо освоить деньги. Ну невозможно смотреть в цвете, в бой идут одни старики. Невозможно. Это черно-белое кино. Или 17 мгновений весны. Я так боюсь, что они сейчас перекрасят вершины кинематографа 50-х, 60-х. Летят журавли и баллада о солдате. И отец-солдат. Или отец-солдат. А зачем вообще это делается? В чем здесь секрет? Кому это выгодно, грубо говоря? Я знаю, кому это выгодно. Я знаю, что на это можно получить большой бюджет, отработать, освоить этот бюджет. Но я также знаю, что это можно сделать по-другому. Привить любовь к черно-белому кино. Это же высокая поэзия. Посмотрите ранние фильмы Тенгиза Булацца. Мольба по поэзии Важи Пшавеллы. Все это, мне кажется, в области работы министра культуры, наверное. Министра образования. Потому как кинематографисты этого не поддерживают. Вот я просто в другое время начал снимать кино 90-е. Уже цветное кино. И не дай бог, если бы я снимал черно-белые и красили бы твои фильмы. Узнаете, какая история? Вот Марлен Мартыневич Хуциев снимал один фильм. Он был черно-белым. И он попросил в кадр телефонный аппарат и сказал, красный аппарат мне нужен. Директор принес серый аппарат. И он ему сказал, я же сказал, что мне красный нужен. Ему директор отвечает, но у тебя же черно-белое кино. На что ему Марлен Мартыневич ответил, но на красный аппарат человек по-другому смотрит. Все, тут, кажется, комментарии излишни. Значит, дело все-таки не в красках фильма. Дело в эмоциях, которые есть на экране. Вот и в театре, и в кино российском очень большая приятная осетинских актеров. Это и Владов Пестаев, это и Вадим Бероев, Татьяна Бестаева, дочь Владу, Зефира Цахилова и так далее. В общем-то, и вы тоже работаете тоже на осетинском материале, сняли фильм об Осетии «Отдин успеем Богу». Вот можно говорить о какой-то осетинской школе кино сегодня? Или это все-таки отдельные попытки личностей? Кино и киноязык – это всегда личность. Киноязык – это кинорежиссер, если он этническое кино снимает. А само кино – это личность. Вот в кинематографе были личности. Владо Бестаев – это первый осетин киноактер, который снялся в фильме «Абрек Заур». В немом, кстати. В немом фильме в 1927 году. Впоследствии он стал кинорежиссером, открыл Северо-Кавказскую студию кинохроники после войны. Дочь – крупнейшая театральная актриса Татьяна Бестаева. До сих пор играет Моссовета, да, в театре Моссовета. Вообще в театре Моссовета одно время в одном спектакле играли все осетины. Татьяна Бестаева, Земфира Цахилова и Вадим Пероев. И когда Юрий Завадский проходил, покидал театр и узнал, а что сегодня у нас на сцене большой. И они назвали это произведение. И он в шутку, любя, он очень любил их, сказал, что у нас кишлак играет сегодня. Сетинский кишлак играет. Жаль, что этот спектакль так и не был снят. А он шел еще в 70-е годы, когда еще был жив Вадим Пероев. Если же о какой-то киношколе осетинской, мне кажется, можно говорить, если комплиментарно, но можно сказать и по-другому. Пока рановато. Конечно, есть актеры, которые осетины. Это и Егор Пероев, это и Вадим Цалати. Это в Осетии актеры, театральные, которые в кино снимаются. Это и Анатолий Заваев. Впервые Сталина сыграл осетин. Обычно его играли грузин, армянин, русские, евреи. Разное. Впервые Анатолий Заваев сыграл. Ведь споры идут, Сталин осетин или не осетин. Кстати, Дивайский Сталин, он больше похож на то, что мы видим на фотографии и в кинохронике. Мне кажется, он самый близкий к Иосифу Соленчику. Может быть, будет киношкола. Чтобы была киношкола, нужно больше снимать кино на языке и там, где есть Осетия. На Кавказе. Сегодня на Кавказе уже нет киностудии. Более 20 лет, а раньше по две художественные картины снимали. И истории были достаточно такие внятные, российские. Их же показывали эти фильмы по первому каналу центрального телевидения. Это могла быть история дагестанского писателя Ахмедхана Абубакара или Рашида Кишокова по следам Карбейра и Кольцо Старого Шейха. Были осетинские истории. Истории по произведениям других писателей Северного Кавказа. Северного Кавказа кино на базе Северного Кавказа киностудии усиления Рафаэла Гаспарянца. Да, Измаила Бурнацева. Многие были режиссеры, к нам приезжали. Именно там ингушская звезда Тамара Яндиева. Тамара Яндиева. Расвелан. Дагун Амаев. Дагун Амаев. Руслан Фиров. И сейчас были какие-то попытки не то, чтобы восстановить работу студии или возобновить. Это невозможно. Там умер кинематограф. Как и Северокавказская студия кинохроники, она в долгах, как в шелках и закрыта. Так и кинематограф, который при телевизионной студии был, объединение художественных фильмов. Мне кажется, нужна новая студия. И центром может быть Пятигорск. Киностудия Кавказ. Надо заново строить. Потому что если возвращаться к развалинам, в этих развалинах можно так задержаться на десятилетия. И заниматься опять не кинематографом, а восстановлением, освоением чего-то. Короче говоря, я своим таким критическим и всегда таким, я всегда в меньшинстве. Я не советую, вот уже что-то восстановим, давайте это самое, бревно понесем, как это делал Ленин. Оживим. То, что у нас было. Оживим. Ну, а кадры-то для этого есть? Ведь они, как известно, решают все. Кадры есть, есть молодежь, которая хочет работать в кино. Они же работают на Кавказ. Приезжают студии российские. И всегда вспомогательный состав. Второй состав или любой. Это местные деятели, начинающие культуры и искусство. Они люблены в кинематограф. Кино нельзя не любить. Поэтому кадры бы были. А, собственно говоря, почему не могут на Кавказ приехать кадры из России, из центра? Что, обязательно все должны быть осетины? Даже те осетины, которые играют в Москве, работают, могли бы помочь. Главное, было бы кино. А так кадры мы найдем.